До начала фестиваля «Виталоис» осталось меньше недели, но в Вологде уже стартуют первые его события. Областную столицу посетил историк моды Александр Васильев, чтобы лично открыть свою выставку «Кружевые мода рубежа веков». Очень красиво. Очень красиво. Великолепные платья. Очевидно. На лбанда высовывается. А, это Казань, какая прелесть. Очень красиво. Богатейшая экспозиция, да? Моя. Куратор Кирилл Гассиев. Очень красиво. Для тех, кто не знает, что уже перчаточки подошли здесь. В родничок. А этого вообще... Представь, шанчужина. Мы очень довольны. Да. Какой стул красивый. Красивый. Да, он тоже из фонда. Хорошайший. Роскошь. А, вот рухские платьицы. Прелесть. Такие кружева у нас появились. Но это перешито из 60-х годов. Не уверен. Не уверен. Потому что это два платья вот этих ванных. Одной мастерицы. Одного дома уточной. Да. Игрушки, конечно, только те, которые сохранились. Игровые вообще не сохранились. И, к сожалению, очень большая коллекция у них еще ждет реиспекации. Самая лучшая коллекция, конечно, игрушек. И вот это тоже. Да. Это все тот смысл. Да, да. Это все тот смысл. И, кстати, сказать... Но это не работа заключенных. Там же лагеря у вас были. Лагеря были, там другое было. Это были ученики, которые 4 года учились, потом у вас досторожновались, потом мастерами были. А это по-немецкой мужа-образсанке. Вот это и так похоже на работу заключенных. Я в восторге. Вот это иконы из церковского собора. Она только здесь для сохранности, она в очень тяжелой форме. И даже реставраторы выбрали место, чтобы не было, знаете, потоков, каких-то завихрений не было. Она у нас вот стоит. София Премудра, Слово Божье, наш собор называется Софийский. Да, как в Константиновом Коллекции. Это местный. Особую благодарность я бы хотел сказать фонду социокультурных инициатив, который на протяжении уже фактически вот шести лет помогает нам в организации фестиваля. Слова говорить о том, что фестиваль открыт еще время не пришел, сказать эти слова, но сказать о том, что мы уже стартуем, стартуем с открытия выставки Александра Васильева. Я могу, поэтому с огромным удовольствием даю слово Александру Александровичу. Это мой первый визит в Вологду. О вашем городе я много читал, потому что в детстве одной из моих любимых книг был путеводитель по Вологде Георгия Крискентьевича Лукомского, знаменитого русского искусствоведа. Автора книги «Вологда в ее старении». Я думаю, что она была здесь переиздана, и вы наверняка знакомый с трудом этого выдающегося искусствоведа, Вологда всегда тянул меня, знаю о многих архитектурных памятниках именно по этим книжным воспоминаниям. Наша сегодняшняя выставка посвящена кружеву и моде рубежа веков, и все изделия, представленные здесь на выставки, так или иначе, отделаны кружевом. Многие из них, по счастью, русские, другие – западноевропейские, французские, английские, есть даже американские модели. В эпоху конца XIX века кружево было очень популярно, но и не только тогда, а с тех пор, когда оно впервые появилось в Венецианской лагуне на острове Бурану, где в конце XV века жены рыбаков, плетя сети, впервые сплели художественную микросеточку, которая стала прототипом всех будущих кружевных изделий. Венецианки, жительницы острова, плели скуки ради, потому что мужья уходили на рыболов, а им надо было чем-то заняться. Руки тянулись, и вот так родилось сначала и кончатое кружево, а затем на севере Европы, во Фландрии, в Голландии, на севере Франции. И как клюшечное, которое попало уже в эпоху XVIII века сюда, в Россию, и стало одним из самых важных видов творчества для женщин Вологды и прибрежных, и смежных населенных пунктов. В конце XIX века Вологодское кружево было очень популярно. Это был тип сурового кружева, который напоминает многие скандинавские модели. И многие дома моды, увлекаясь стилем национального романтизма, внедряли модели в этом стиле, в свои отделки. Особенно это любили в России, где псевдорусский стиль и неорусский стиль был одним из важных стилей в эпоху правления Александра III и Николая II. К сожалению, в советское время многие изделия Вологодского кружева, как видно из музейной экспозиции, перешли на функции пропагандистских изделий, плакатного качества. Они рассказывали нам о заслугах сталинской эпохи, о жизни различных героев труда и различных изобретений той эпохи от трактора до самолета, включая дирижабль эпохи Первой мировой войны. Но в области моды использовались гораздо меньше, чем в начале века. Причина была обеднение советского населения и гонение на моду. Советский человек не мог быть модником априори. Если ты модник, ты индивидуалист. Если ты индивидуалист, ты не строишь коммунистического общества. Ты должен был оден, как все. Кружево всегда уникально. Оно всегда дорого, потому что требует очень много затрат труда, требует большого творчества. Поэтому все вещи, которые представлены у нас на выставке и отделаны кружевом, принадлежали элите общества, принадлежали тем, кто мог себе позволить такой трудоебкий отделочный материал, к которому я кружево отношу. Поэтому мы показываем здесь так уникальные вещи. Например, из французского кружева «Шантильи», из французских кружев «Валансьен» более дешевого качества, «Алансон» брюссельского кружева. Но очень многие вещи отделаны именно этим суровым кружевом. Судьба русской моды была печальна. После 1917 года из нашей страны были изграны классы, главные потребители изделий моды. Не только ведущие модельеры и партнеры, из которых осталась только одна Надежда Петровна Лаванова по той простой причине, что она была заключена в бутылку и не смогла выехать, как все в Константинополе. К счастью, потому что впоследствии основала советскую школу моделирования. Если бы она уехала, мы бы остались тоже и без нее. А классы, которые могли платить деньги за изделия модельеров, были просто ликвидированы. Это была не только аристократия или дворянство, но это было купечество и даже зажиточное мещанство, потому что все те люди, которые хотели одеваться уникально и индивидуально. В результате этих изменений люди столкнулись с очень печальным фактом. Почти все текстильные предприятия были закрыты либо переведены на службу государства. То есть они создавали ткань для оборонной промышленности, они создавали ткань для транспорта, они создавали ткань для медицинских учреждений, чем до сих пор славятся, например, ивановские ткацкие фабрики, больничная марля, если вам интересно, дальше байка, байка тоже больничная, сукно халатное, такие вещи, которые в мире моды не так применимы, как другие более нежные и более изысканные ткани. И многие женщины России, жившие в 20-30-е годы, первонаперво стали перешивать из того, что у них было в сундуках. Поэтому практически все платья до революционного периода из-за ценности их ткани или отделки были либо распороты, либо перешиты. Вот причина того, почему в России до сих пор в музеях крайне мало городской одежды 1900-х годов, 1910-х годов, и даже в отделе свадебных платьев, которые мы посетили здесь в музее, свадебные платья, перешиты в 30-е годы из моделей 1910-х, потому что всем хотелось выглядеть хорошо. Впоследствии все эти перешивки были доношены до чего? До дыр. И их переделывали на маленькие сумочки, на головные уборы, из них делались воротнички. И, как правило, сами платья не сохранились. Уникальность конкретно коллекции, которую вы видите, заключается в том, что она в большинстве своем была сформирована во время моего пребывания в эмиграции во Франции. Именно там жило большое количество русских, как они себя называли, беженцев, которые, спасаясь от репрессий революционеров, уехали часто с полными чемоданами одежды. В частности, на выставке в «Волоте» представлю часть картерок русской миллионерши Татьяны Никитичной Налландовой Самсоновой, которая выехала из Москвы в 14-м году со всеми нарядами по моде 14-го года. Но она изменилась, началась Первая мировая война. Платья стали короче, она никогда их не донашивала, имея средства. Впоследствии приобретала себе другие. И этот сундук с более 40 платьями и всеми аксессуарами был впоследствии продан мне наследниками в 90-е годы XX века. Это уникальная для России кладовая вкуса богатой женщины начала века, которая полностью сохранилась. Также постоянно пополняю мою коллекцию, а сейчас в ней около 65 тысяч единиц хранения. Для вашего Вологодского музея это очень мало, у вас 300 тысяч, поэтому я маленький коллекционер. У меня, вы понимаете, их только 65, но 65 отборных. Тут тоже очень важно. И я постоянно ее пополняю на различных аукционах в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки, во Франции. Также путешествия в антикварные магазины, наглашенные рынки. Часто это дары. Но, конечно, дары не бывают никогда такими роскошными, как те вещи, которые здесь представлены. Многие платья требуют очень тщательной реставрации. Эта реставрация заключается в введении пятен, в реставрации бисерного шитья, в стеклярусной поднятии, в реставрации кружева, в реставрации подкладок, всевозможные художественные штопки и так далее. Потому что платье это то, что женщины носят. Носят и, как и все люди, потерют под самый страшный вид разрушения текстиля. Поэтому всегда подмышки, спина, платье очень сильно страдают, особенно в бальных моделях. Как только женщина потанцевала вальс, она вся потненькая. И все это, конечно, впитался в шум. И надо, естественно, это каким-то образом устранять. В моем фонде, а я президент фонда Александра Васильева, работают 12 реставраторов. Они очень тщательно, день за днем, восстанавливают те новые приобретения, которые я передаю им. Некоторые занимаются только живописью, другие графики, третьи бисерами, четвертые завтами, пятые занимаются веерами и так далее. У каждого своя специализация. Это сложное дело, но в результате такой работы я могу похвастаться, именно хвастаться тем, что только за рубежом мы проводим в год 12 выставок. Это значит каждый месяц открытия. И только в России мы проводим 10 выставок в год. Это значит, что мы два раза в месяц открываем новую выставку. Всегда такую же полную, как здесь. Иногда до 300 моделей сразу. И это, конечно, занимает очень большую работу. Многие спрашивают, почему так много за границей. Только потому, что до сих пор мы не нашли хранилища в России. Ни один музей нам не протянул руку, несмотря на нашу большую деятельность, для того, чтобы мы смогли сложить там вещи. Пока это частное хранилище, которое я снимаю в Москве. Выставки, посвященные моде кружевной, я уже проводил дважды. Первый раз я проводил их в музее кружева на острове Бурану в Венеции. А второй раз в музее декоративно-прикладного искусства в Москве, где так это и называлось кружево. И на показ кружево на показ там было гораздо меньше вещей. У вас самая полная коллекция. Я был поражен, конечно, вашими залами, витринами. Меня все это очень порадовало. И музейное устройство Володы, во всяком случае то, что я смог увидеть, произвело на меня очень высокое впечатление. Это говорит о том, что вы храните здесь культуру, что вы ее популяризируете, и что вы делаете все для того, чтобы эти здания были открыты для посетителей, чтобы люди приходили, получали удовольствие, образовывались, ну и, конечно же, приносили какой-то доход к музеям. Это тоже очень важно. Сохранить кружевной промысел вот можно с помощью дизайнера. Вот, в частности, вы показали, что Ульяна Сергеенко, российский дизайнер, дала заказ, разместила заказ волокутским кружевницам и елецким кружевницам. Это принесло им небольшой доход, это их немножко взбаламутило, и это родит локальную моду. Дело в том, что кружевницы не все художницы. Многие из них готовы повторить модель, но сочинить модель, которая была бы актуальна и применима к сегодняшней моде, они часто не могут. Если какой-то дизайнер им что-то подскажет, например, мешок для мобильного телефона или какой-то воротничок для школьницы, они готовы, может быть, повторить, но они не точно всегда знают, что можно продать на сегодняшнем рынке, потому что часто модели чуточку архаичные и не имеют спроса сегодня. Тут вопрос моды очень силен. Надо, чтобы техника производства, технология производства попала в русло современной моды. Тогда покупать, возможно, и будут. Но, в принципе, сейчас в моде 2017 года кружево очень в моде. В моде бельевой стиль, в моде бодуарный стиль. Только то, что называется кружевом, сегодня является машинным гипюром. И это очень большая разница, потому что оно гораздо дешевле, его можно резать, собственно говоря, ножницами, и его можно сшивать на машинке. Вы работаете здесь с индивидуальными, уникальными образцами ручной работы. И поддерживать их можно только на государственном уровне, для того чтобы этот промысел не умер, как это случилось в Италии. В Италии сейчас осталось на острове Буран, может быть, пять кружевниц, а у вас пятьсот. Вы понимаете, какая разница? И эти пять кружевниц никому это не передают, потому что никто из молодежи, я надеюсь, что девушки из Вологды туда поедут, не хотят даже посмотреть, как это сделать, потому что обучиться технике. А у них есть школа кружево в Италии, они с удовольствием принимают учеников, и это бы обогатило ваших кружевниц новыми приемами. Дело в том, что у нас, Александр Александрович, есть губернаторский колледж народных промыслов, где есть отделение кружево-плетения. Я уверен, это важно. И оно пользуется спросом, и в общем-то там лакантных мест нет. А вот то, что отправить в Италию, идея интересная. Если вы нам поможете с контактами, я думаю, что мы найдем. Помогу. Мы еще итальянцев получим. Да. Ну, понимаете, там другая техника. Там игольчатая, а у вас, извините, коклюшечная. Это разные вещи. Но, тем не менее, сноровка кружевницы позволит наверняка ей ознакомиться и с этим, потому что у них совершенно убирающее. Все магазины у них переполнены кружевом, но только, как правило, это все китайская работа. Сейчас это большинство кружево делают в Китае. И это подделка по все мировые школы. Также славятся этим Филиппины, Вьетнам. И они делают очень хорошие имитации ручной работы. И что тут делать дешевле? Кружево не умрет, но, возможно, переместится на Дальний Восток. Волог не оставим. Конечно, оно уникально. Оно, во-первых, всегда сделано из очень суровой льняной нитки. Во многих странах эта нитка гораздо тоньше. Во-вторых, рисунок довольно рустичный, что значит, довольно народный. И у него прямая связь с русским творчеством, потому что кружевницы в основном были все крестьянского происхождения. Они не учились в академии художеств. Они не знали, что такое стиль рококо. Они не знали, что такое тонкости элегантной манеры. Поэтому пологодское кружево можно назвать довольно грубым кружевом. Но в этом его главное качество. Оно народное, оно суровое, оно в цвете икрю. И эти качества его хорошо выделяют. Но, действительно, оно перекликается со многими скандинавскими мотивами кружева. Хотя внешне сильно отличается ото всех. Я бы вот, может быть, вы даже с этим и не знакомы. Ближе всего по рисунку оно с парагвайским кружевом. Жалко, что в России нет полноценно действующего музея моды. И наличие музея кружева с вашей коллекцией – это очень хороший шаг в эту сторону. Вы все-таки посвящены текстилю, кружеву – это часть текстиля. Это очень, очень хороший, знаменательный факт. Поэтому я вас полностью поддерживаю. На будущий год вам покажем что-то. Дело в том, что самое трудное, представьте, это манекены. Вот Кирилл мне сказал, что на одно платье надо было даже обтесывать манекен, потому что мои манекены… Вам интересен объем талии? Да. 50 и 55 см. Представили талию? Так вот одно из платьев на 50 см не застегнулось. Надо было 48 см. И поэтому надо было обтесать, иначе не… То есть почти все музеи, которые мне говорят, мы хотим вашу коллекцию, не могут ее принять по той простой причине, что не на что надеть. У всех музейные манекены больше формата. А эту эпоху, вот конкретную эту, это корсетная эпоха, нельзя показать ни на чем, кроме вот таких вот манекенов. Либо показываешь более позднюю, бескорсетную, 20-е, 30-е, там застегнется все, 40-е, 50-е. Но у нас есть очень красивые и другие модели, и мы вам можем предложить, например, прекрасную… Можно я вам скажу, что мы можем вам предложить? Конечно. Прекрасную выставку, посвященную кружеву в советской моде. У нас есть модели с кружевом 20-е, 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е. Причем многие знаменитых людей, принадлежавшие звездам, театры, кино, музыки, эстрады, огромное количество вещей, сделанные в домах моделей, авторских и в том числе с Вологодским дождем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова